Всем привет! Очередная серия лайфхаков от Матюль. Мы сегодня в гараже в Лежен Стан Тим. Меня ждет Юрец. Посмотрим, что он нам сегодня расскажет. Здарова, Юрец. Привет. Как дела? Супер. Что делаешь сегодня? Сегодня меняю баллон. Хочу тебе показать некоторые хитрости, с которыми можно легче одеть баллон. Круто. Давай посмотрим. Юрец, а почему мы не используем станок? Ну, я хочу показать, как можно в полевых условиях, то есть на площадке, где у тебя нет ни станка, ничего, у тебя с помощью двух монтажек. Чудо смеси изелюб. Мы сейчас оденем. Слушай, ну давай посмотрим, как это делается. Ну вот у нас стандартный баллон. Так. Немного встряхиваем. Главное пройтись с борта. Клади диск. И с помощью вот такого движения. Блин, это круто. Да. Теперь нам осталось обработать вторую сторону, потому что при одевании у нас будет заламывать борт тоже. В принципе, тут жалеть не надо. Слушай, ну это ведь силиконовая смазка, соответственно, есть тонкий слой силикона, который тебе позволяет вот с такой легкостью прям надевать покрышку. Она же так просто не одевается. Ну конечно, это же резина, и как бы взаимодействие при плотном контакте с металлом, оно просто будет тормозить, ты ее так просто не оденешь. Да, это реальный лайфхак. Так, ну теперь одеваем второй борт. Давай. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Так. И вот такими движениями. Слушай, ну этого достаточно. Теперь давай с монтажками. Давай. Теперь вставляем монтажку. Так, держу. И потихонечку, потихонечку одеваем. Держишь? Да. Вот, видишь? Офигенно. Очень близко. И что, приезжай на машине, тебе всегда поменяем резину. Да я думаю, что вот это уже и все. Ну смотри, а. Все. Вот так. И все. Ну что, она готова уже? Можно зажигать? Можно, конечно, зажигать. Осталось накачать. Единственное, я еще что делаю, пока я не одел на мотоцикл колесо, я его уже мою. Ага. И что? И как это происходит? Ну, для этого нам поможет вот такая штучка. Вилклин. Ага. Вилклин, окей. Да. Вот. В принципе, ничего кроме тряпки и этого средства нам не надо. Буквально вот чуть-чуть мы наносим. Если сильно, как бы загрязнено, можно дать чуть постоять. Ага. Проблема. Слушай, ну это гораздо удобнее, если здесь стоит цепь и звезда. Конечно. У меня звезда большая. Ты сам видел. 60 зубов. То есть пролезть очень проблематично. И часть колеса остается у тебя грязным. Особенно вот эти части, которые идут именно за звездой. Ты видишь, да? То есть сюда подлезть совсем нереально. Во-первых, это всегда все в смазке, которая очень хорошо держится и запекается. Ну, в принципе, ты видишь. Слушай, а вот смотри, а с другой стороны у тебя получается огромный тормозной диск, да? Да. Огромный тормозной диск. Здесь тоже очень тяжело сюда долезть. И я всегда стараюсь вот именно чистить колесо, пока его снял. Потому что ты прекрасно знаешь, сколько я сжигаю резины практически. Бывает, что каждый день, через день я меняю колесо. Так что колесо приходится часто мыть. Ну, в общем, блин, это очень крутой лайфхак, который позволит... Всем советую. Всем советую. Поменять просто в обычных условиях. Нужен только изи люк. Да. Я думаю, у многих он лежит как универсальное средство для смазки. Всего и вся. Здесь у нас получилось, что даже поменять покрышку изи люк нам поможет. Очень круто. Спасибо, Берез. Да. Да, обращайся. Спасибо.